Продолжение следует... Меня зовут Константин Кулаков. Я работаю во ВКонтакте над проектом Юла. Также преподаю в проекте ВК-образование курс по iOS-разработке и управляю командой iOS-продукта в Юле. Значит, вернемся к нашему докладу, о чем мы сегодня будем разговаривать. Первое. Я хотел бы рассмотреть причины возникновения миграций. Также рассмотреть внутренние устройства сохранения данных в SQLite. Также рассмотрим, как не дробнуть наши данные, как сделать, чтобы все прошло хорошо, плавно и без разнообразных проблем. Рассмотрим тяжеловесные, легковесные миграции, а также проблемы стандартного версионирования. Также рассмотрим подход чанками, либо степ-бай-степ. Также будет много-много практики. Значит, все же, прежде чем мы говорим о миграциях, нужно ответить на вопрос, что же такое миграция. Многие думают, что миграция – это боль, и, соответственно, сегодня мы с этим разберемся. На самом деле все намного проще. Если давать какое-то определение миграциям, по факту я вынес это так, что миграция – это переход одной структуры баз данных к другой без потери консистентности. Также, если обратимся к доке Apple, нам дают следующую схему работы с Core Data Stack. У нас есть модель, есть торг-координатор, контекст. Это мы все видели, соответственно. И вся основная магия в процессе миграции и управления версией баз данных происходит именно в модели. И, значит, из того, что мы видим на этой схеме, у нас есть связка с торг-координатором. Но непонятно, как оно хранится внутри. То есть, если мы используем SQLite, как данные из SQLite переходят словно в нашу модель, как они синхронизируются. Вот об этом как раз мы и будем говорить. Значит, предлагаю рассмотреть стандартный фич-реквест. У нас происходит запрос к контексту. Дальше у нас идет сторг-координатор. Мы запрашиваем, значит, данные из SQLite. И, соответственно, дальше у нас происходит перевод в какую-то модель. Либо нашего объекта, либо, значит, в обработку наших данных. Соответственно, происходит вопрос. Где, соответственно, как это происходит и почему оно вообще работает? И какие есть в этом сложности? Именно на этом этапе есть, значит, наши миграции. Предлагаю рассмотреть следующее. У нас есть наш стандартный XC-Data Model D. Это наша моделька сама. У нас есть продукт. Ну, логично я из Юлы, поэтому будем рассматривать на продукте. У продукта есть атрибут имя с типом string. Значит, сразу возникает вопрос. Почему на конце D? Значит, рассмотрим. Вот этот файл, который мы сейчас рассмотрели в визуальном редакторе XCode, это пакет. В этом пакете у нас есть набор моделей. Когда мы будем говорить про версионирование, нам это понадобится информация. Об этом вспомним. В этой модели есть contents. Файл, содержащий описание схемы. И, соответственно, в этой схеме у нас есть на XML описаны наши сущности. Продукт, значит, его тип и так далее. И, значит, вот этот набор версий. И, естественно, из-за набора версий у нас и происходит миграция. Из одной версии в другую. С этим разобрались. Значит, что же у нас внутри нашего XML файлика, который мы, естественно, рассмотрели в XCode. У нас есть, значит, тип продукта, это его название, есть, значит, сам атрибут, у него есть тип и, соответственно, название. Но при этом, как мы понимаем, все это хранится в SQLite, в, значит, базе, которая хранится на диске. А SQLite работает немного иначе. Для того, чтобы разобраться вот в полной картине всего происходящего, необходимо рассмотреть SQLite. Значит, когда мы говорим про SQLite, запросы и работа SQLite баз данных происходят на языке SQL. И, соответственно, чтобы создать таблицу, как условно было у нас в CoreData, мы можем использовать запрос create table с атрибутом name, естественно, и типом текст. Для того, чтобы наполнять данными, мы используем insert int и также указываем значения, которые нужны, и можем посмотреть, что у нас выводится. Что касается работы с SQL. Важный момент. Когда мы говорим про CoreData, это высокоуровневый фреймворк, то CoreData не является реализационной базы данных. А при этом SQLite является реализационной базы данных. И в этом есть тоже несколько нюансов. Значит, если рассмотреть, вот сам файл баз данных SQLite у нас, он хранится в контейнере приложения. И, соответственно, если мы откроем в текстовом редакторе наш файл, мы увидим много системной информации и, соответственно, сжатые данные в бинарном представлении, которые нам ничего не дают. Но при этом мы можем посмотреть, что в этом… можем открыть эту базу данных и посмотреть, что в ней находится. Но когда мы говорим про SQLite, также нужно понимать следующие вещи. То, что все базы находятся в одном файле. У нас есть журнал отката. Это журнал с предзаписью. О нем мы тоже поговорим, когда дойдем про подход степ-бай-степ. Также стоит понимать то, что основной файл – ты заодно и несколько страниц. Есть несколько ограничений по размеру. Более подробно про SQLite можно прочитать по этой ссылке. Но этого нам будет достаточно, чтобы понять, в чем заключаются миграции. Что мы имеем на текущий момент? У нас есть SQLite, у нас есть XC Data Model. То есть два представления, по сути, разные по логике, точнее одинаковые по логике, но разные по физическому представлению. Один XML-файл, другой, соответственно, у нас файл баз данных SQLite. И, соответственно, за координацию всего этого процессора отличает Persistent Store координатор. И, значит, для того, чтобы понять, как у нас работает в целом весь запрос, можно посмотреть следующую схему. У нас есть, например, контекст, который запрашивает данные по продукту. Двухово, естественно, несколько цепочек в Store координатор. Загружается баз данных SQLite наша. Дальше у нас загружается наш контейнер с моделями текущими и загружается одна конкретная модель. Далее мы выполняем запрос, переводим наш feature request запрос на язык SQL. И выполняем запрос. После этого мы получаем уже наши данные и маппим их в наш объект, в нашу сущность, в которой уже можем работать верхний уровень на языке. Программирование. Значит, все же, вот с текущими новыми входными данными. Что же такое у нас миграция? Миграция – это переход от одной структуры баз данных к другой без потери консистенности, как я уже и говорил. Но при этом можно и интерпретировать ее по-другому, интерпретировать как приведение данных внутри SQLite к виду нового contents. То есть, словно мы что-то добавили в contents, у нас приводится наша база данных. Значит, пример миграции. Условно. У нас есть, грубо говоря, продукт с неймом и с тайтлом. У нас разные данные, как я уже сказал, то есть отличается название нашего атрибута. И мы приводим их к одному виду. Соответственно, и после этого мы уже можем работать консистентно с базой. Значит, какие у нас есть виды миграции? Когда мы говорим про виды миграции, у нас есть легковесные миграции и есть тяжеловесные миграции. Тяжеловесные миграции подразделяются на, значит, ручные с помощью маппинг модели кастомные и с помощью менеджера по политике миграции. И также у нас есть подход степ-бай-степ для работ с версионированием. Значит, рассмотрим кейс. У нас во время рефакторинга попросили заменить название атрибута. У нас был условно тайтл у продукта, мы решили сделать нейм. И, соответственно, поменяли сейчас название, вот сделали нейм. И далее инициализируем стек. У нас есть store, значит, контейнер, который мы инициализируем с названием модели. Есть загрузка Persistence Store и проверка на ошибку. Дальше простой стек загрузки нашей курдаты. Есть запрос на выгрузку наших данных и запрос на создание объекта. Все просто. Значит, и нам, естественно, такой кейс нужно сделать. Но теперь поговорим про легковесную миграцию. Как с помощью нее можно это сделать? Курдата может выполнять автоматическую миграцию данных. То есть что подразумевается под автоматической? Когда мы добавляем, например, атрибут name, вот уже в интерфейсе Xcode, когда у нас еще ничего не было, и запускаем приложение, уже сразу выполняется миграция. SQLite пустая. Мы что-то добавили, она запускает, создаваясь условно табличкой, и в этой табличке может происходить уже дальше работа. Вот. И, значит, если мы говорим про саму миграцию, то легковесная миграция на основе, значит, эта миграция на основе различий между исходной и целевой моделями. И также легковесная миграция поддерживает, значит, работу с помощью предполагаемой модели данных. Это Inferent Mapping Model. Про нее мы тоже поговорим дальше. Соответственно, когда мы… Вот я привел кейс, когда мы создали новую сущность, и в этой сущности мы создали ей какой-то атрибут. Естественно, запускаем приложение, и у нас сразу все работает. Почему так происходит? Есть определенные правила, которые попадают под легковесную миграцию. Условно добавление, удаление сущности, атрибутов, связи и так далее. Добавление. Я вынес на слайд текущие параметры, которые поддерживают легковесные миграции. Если наше изменение удовлетворяет этому списку, то, естественно, легковесная миграция может быть выполнена. Значит, что у нас по стеку проекта? Вернемся к нему. Мы создали товар, вот Create Product, дальше запустили второй раз и раскомментировали метод с показом наших продуктов. То есть, условно, выводим в консоль наш продукт, который хранится в бач-данах. Далее, значит, у нас есть name у нашего продукта, атрибут. И, соответственно, вот, точнее, был у нас title здесь, мы поменяли его на name. Запускаем наше приложение, у нас будет написано Product Title, My Product 1. Что логично. Значит, пробуем заменить. Заменяем на title. У нас получается следующее. Product Title None. Что произошло? У нас потерялись данные. Вот, да, посмотрите, у нас словно вот Product Title None. Данные потерялись. Можно подумать, значит, что данные сохранились, возможно, неправильно была выполнена миграция. Поэтому мы можем зайти в файл, значит, наш контейнер приложения с помощью, вот вывести директорию нашего контейнера приложения и посмотреть, значит, наш файл SQLite. Как я уже говорил, SQLite у нас находится на диске внутри контейнера приложения и с ним можно работать, как обычный SQLite баз данных. Вот, давайте ее посмотрим. И, значит, можно посмотреть ее с помощью специального сайта либо любого SQLite-вьювера. Их достаточно много. Вот. И что мы видим? У нас есть title, есть price и, следственно, ключи. Вот. Так экспортировал у нас, значит, так выглядит CoreData. Точнее, вот так выглядит файл SQLite после того, как с ним поработала CoreData. Вот, следственно, что мы видим? Мы видим то, что у title у нас null. То есть данные не сохранились. У нас по факту произошло удаление и добавление нового атрибута. То есть мы, то есть когда мы переименовали, мы думали, что мы переименовали. А на самом деле произошло удаление и добавление нового. Поэтому данные потерялись. Вот, следственно, это все очень грустно, когда мы говорим про, условно, приложение, например, которое работает с продуктами, например, для кэширования, и форцея и прочего. Это не так критично. Но, допустим, мы ведем какое-нибудь приложение, где девушка учитывает календарь беременности, и у нас таки потерялись данные. Это обычно плохо и может отразиться негативно на пользовательском опыте. Вот, так все же стоит посмотреть. Возможно, где-то хранится у нас еще копия этих данных, и можем их достать. Для того, чтобы разобраться, как и почему потерялись данные, нужно обратиться к самому алгоритму миграции с Курдат. Прежде всего, мы копируем значит, наше хранилище, объекты нашего хранилища в новое. Далее мы сносим эти объекты между собой. То есть смотрим, удовлетворяет ли, значит, у нас конфигурация на мой из этих объектов. Далее у нас происходит, значит, вставление объектов схемы, и происходит сам процесс миграции. То есть мы выполняем накатку изменений, которые нужны на новую схему. Если все, кто старое хранилище удаляется, начинает использовать новое. То есть в этом процессе сразу можно понять, что наши данные удалились полностью, их уже не восстановить, и, соответственно, используется новое хранилище. Миграция пошла успешно. Значит, давайте попробуем посмотреть, что можно с этой базой еще сделать, и ее немного размотать. У нас есть name, поле атрибута, и есть у нас тип его был стринг. Попробуем его сделать integer 32 и запустить наше приложение. Помним то, что согласно нашему списку, изменение типа атрибута не попадает под легковесную миграцию, ну, под создание, предполагаем, модели маппинга. И, соответственно, у нас происходит краш. Что здесь мы видим? Наши курдаты пишут, что мы не можем сделать миграцию. Отсутствует маппинг модель. То есть маппинг модель не создалась. То есть когда мы говорим про наши миграции, есть еще один компонент. Это маппинг модель. Что же за это маппинг модель, мы узнаем чуть позже, но стоит посмотреть следующее. У нас есть два, значит, две модели. Destination model и есть source model. Сейчас их подробнее рассмотрим. Значит, destination model. Что мы здесь видим? Мы видим, что у нас есть антипродукт, есть прайс, и у него есть, соответственно, разные типы. Из-за того, что типы разные, у нас не может выполниться миграция. То есть мы понимаем, что есть destination схема, есть source схема. Схема, из которой переходит, и схема, в которую переходит. И есть, значит, набор еще маппинга. По сути, чтобы выполнилась миграция, нужно выполнить три условия. Иметь откуда мигрируем, куда мигрируем и с какими правилами мигрируем. Ну, естественно, вот подметил то, что был NS-string, стал NS-number. И, соответственно, легковесная миграция выполниться не может. Значит, как я уже сказал, вот мы уже поняли, что есть NS. Откуда мигрируем, куда мигрируем, и нужны правила. Вот как раз эти правила миграции есть маппинг модель. То есть модель маппинга. Набор правил для перехода от одной модели к другую. И как раз, когда мы говорим про эти модели, мы имеем в виду NS-managed object model. То есть то, что мы в Xcode редактируем, это оно есть. Значит, вернемся к нашему стеку. Есть title со стрингом. Запущенное приложение выводит my product 1. Все отлично. Значит, теперь сделаем все по нашему списку. Добавим нашу новую модель, так называемую. Точнее, не модель, да, новую модель, новую версию. Нажимаем во вкладке Editor addmodel version, добавляем вторую версию модели. Да, также рекомендую всегда указывать номер версии, когда добавляете новую модель. И дальше, что мы видим? У нас добавилась новая модель в наш как раз этот пакет. Теперь пакетом стал настоящим пакетом, потому что содержит как минимум две модели. И видим галочку. Вот эта галочка как раз и определяет, какая на текущий момент является актуальная модель. Для того, чтобы работать с новой версией, мы можем сделать следующее. Можем в нее перейти и, соответственно, посмотреть, что у нас есть. Есть name. И можем произвести изменения, и дальше, соответственно, нам нужно выбрать, какая версия модели у нас будет актуальной. В нашем случае у нас сейчас стоит текущий, это просто датабейс. Мы выбираем датабейс в 2. Если нажмем, вот так это будет выглядеть. И после того, как мы выберем, у нас галочка должна будет переместиться на датабейс в 2. Что у нас по стеку? У нас есть name стринговый у продукта, есть price, это in32. И есть у нас, как уже говорили, создание продукта, просто напоминая, вывод наших продуктов в цикле. Рассматриваем нашу миграцию. Был name и title. Переводим name в title, у нас соотносится все и в обратную сторону, заминка маленькая. И, соответственно, переводим все к одному виду и у нас получается рабочий объект данных. Стартуем. И что мы видим? Все то же самое. То есть наши данные опять потерялись и миграция не выполнилась. Почему это произошло? То есть мы уже добавили новую нашу модель данных, но при этом все то же самое. На самом деле Курдата, когда мы меняем в текущей версии, может под капотом это распознавать как новую модель и на нее накатывать изменения. Поэтому подготовили только первый этап с нашей моделью. Да, это грустно все, но, соответственно, можно попробовать поработать с ней. Теперь, значит, рассматриваем, на этом текущем этапе мы поняли, что такое destination модель, source модель, как их можно создавать. Теперь осталось разобраться с последним моментом. Это маппинг модель. Значит, маппинг модель это модель миграции, которую Курдата создает сама на основании предположения в соответствии изменения данных. То есть, как я уже говорил, мы условно поменяли title на name. Курдата сама такая подумала и поняла удаление и добавление. Она сама предположила и сама выполнила эти изменения. Для того, чтобы, значит, отключить этот механизм у Курдата, можно воспользоваться двумя флажками. Первый флажок это настройка автоматической миграции с ТОРа, а второй флажок это на создание предполагаемой модели данных. Вот здесь более подробно мы переводим его как раз в false. Значит, после того, как мы переведем его в false и попробуем запустить приложение, мы получим крач, который мы уже видели, условно, когда мы пытались заменить на integer 32 наш title. Ошибка ровно такая же. Говорит, не может найти маппинг модель. Что верно? Мы Курдате сказали, вот не надо, больше не делай за нас нашу работу, мы хотим сами управлять этим процессом переноса. Значит, если подводить итоги по предполагаемой модели данных, то можно сделать следующее. Inferred Mapping модель мы пользуемся часто. Когда добавляем, например, новую сущность, когда делаем, например, заменение названия атрибута, либо добавляем новый атрибут в нашу сущность. Она удобная, у нее есть минусы, то есть Курдата думает за нас сама, сама что-то предполагает и не умеет переносить данные. Но здесь я ремарку оставил, мы вскоре к нему подберемся. Значит, если возвращаться к свойствам, которые у нас были, два свойства по миграции стора и по созданию предполагаемой модели данных. Значит, вернемся к кейсу. То есть мы до сих пор бьемся, вот уже половину доклада бьемся с проблемой по замене нашего атрибута. И, естественно, сейчас у нас есть title, и как же все же эту штуку всю перенести? Значит, воспользуемся Renaming Identifier, о котором я говорил ранее. Renaming Identifier это идентификатор, соответственно, между старой версией модели и новой. Ну, конкретно в рамках конкретного атрибута. Если рассмотреть наш нейм, то мы можем ввести сюда Renaming Identifier, и, соответственно, у меня это будет Product.GridID. С помощью такого идентификатора во время миграции можно выполнить на основании, предполагаем, модели данных при работе с Inferred Mapping Model, значит, можем выполнить миграцию. Проставляем ID-шник, запускаем наше приложение, заменяем название атрибута, запускаем, у нас все работает. То есть, словно в таком кейсе, когда мы используем легковесные миграции, мы можем аккуратить и дать точку точно понять. То есть, это не удаление и добавление нового атрибута, а это именно переименование. То есть, с помощью такого механизма это будет работать хорошо. Значит, также стоит обратить внимание на внутренность нашей SQLite после того, как мы, значит, добавили Renaming Identifier. В Renaming Identifier у нас, соответственно, он не хранится в самой SQLite базе данных. Он хранится в оптимизированных моделях данных, о которых мы тоже позже поговорим. Вот. То есть, он никак не ассоциируется с нашей SQLite базой. То есть, напрямую на физическом уровне. И, соответственно, значит, мультиверсии. То есть, мы уже разобрались, как у нас, соответственно, работает переход между одной версией к другой. Разобрались, что их можно делать много, разобрались с предполагаемой моделью данных. Но условно есть еще такая проблема, как версионирование. То есть, словно у нас человек уехал на отдых, скачал приложение с базой, когда там была вторая версия, не было Wi-Fi, вернулся, приложение уже тысячу раз обновилось, там пятая версия, уже модели произошла. И, соответственно, человек берет, просто обновляет приложение, у него все работает из коробки. Вот. Это, то есть, важно понимать. И, соответственно, так я уже сказал, здесь тоже с переносом. Напомню, миграция, то есть, у нас выполняется перевод name в title, естественно, мы получаем объект. И как раз маппинг модель, которая была в миграции, она у нас здесь присутствует. Значит, с нашим кейсом разобрались, с легковесной миграцией, все хорошо, все работает на предполагаемых, на моделях предположения, откуда ты разобрались с корнер-кейсами, научились переводить, значит, переносить наши данные. Но есть более жесткий кейс, когда нам необходимо прям точечное управление всем переносом данных. Рассмотрим кейс тяжеловесной миграции. Условно, во время рефакторинга мы решили заменить название атрибута без использования предполагаемой модели данных. То есть, и при этом нам необходимо еще данные модифицировать. Значит, да, тяжеловесная миграция. Значит, подготовим наш стор. У нас, как мы уже, когда мы говорим про тяжеловесную модель, скорее всего, мы отключаем Inferred Mapping Model автоматическую. Поэтому давайте ее отключим. В модели у нас будет MyTitle стринговый и Price с IN32. Запустим наше приложение, падаем, условно, по той же причине, что у нас нет маппинг модели. И, соответственно, создадим эту маппинг модель. То есть, это как раз наша третья часть. Мы создали версию, например, вторую. И теперь знаем, откуда переходим, куда переходим. И теперь сделаем еще маппинг модель. Не будем пользоваться маппинг моделью, которая предполагает Курат, и сделаем свою. Нажимаем Mapping Model. Значит, выбираем сурсовую нашу модель, откуда мы будем мигрировать. То есть, мигрируем со второй версии. Далее выбираем, куда будем мигрировать на третью версию. И, естественно, что мы видим? Далее мы вводим название. Также рекомендую указывать, с какой версии, на какое название мы мигрируем. В моем случае это будет V2 to V3. И, соответственно, видим следующее. Курдата попыталась сама поставить атрибут туда, куда знала, но в случае с MyTitle, когда мы его переименовали, ValueExpression будет пустым. Так, Костя, что за ValueExpression? Сейчас со всем разберемся. То есть, куда-то нам подсветило. Я не знаю, что это такое, неоднозначно. Неоднозначно. По аналогии мы можем увидеть следующее. ValueExpression это значение для сопоставления свойств на основе NSExpression. И, соответственно, у нас есть здесь Antimapping. Это Product to Product. Это название сущности, которое описывает переход от продукта второй версии в сущность продукта второй версии в сущность продукта третьей версии. И по аналогии с Price мы можем четко указать условно, что у нас здесь будет Source.Name. что данные необходимо забрать с предыдущей версии по аналогии, как это было с Price. И, естественно, у нас запустится все и будет работать хорошо. Значит, это что касается нашего менеджера по методам. Значит, что касается политики миграции. Есть еще такой способ для миграции. Это как политика. Политика миграции. Значит, у нее есть два метода. Это Functions и CreateDistanceInstance. По факту, это два способа миграции данных. И есть примеры использования. Условно, когда мы изменяем тип с конвертацией данных. Например, у нас в товаре была одна картинка просто URL, а мы захотели хранить картинки отдельными сущностями в проекте. То есть, с помощью менеджера миграции IntiPolicy мы можем управлять этим процессом. Как, соответственно, есть... На слайде указал с помощью каких методов. Давайте рассмотрим первый метод. Это Functions. Functions – это методы наследника Innocent Immigration Policy, которые используются в Value Expression, который мы видели на предыдущем слайде для переноса данных. Синтекс на них следующий. Указывается политика, название метода и выражение. Ключи я указал также на слайде. Их можно увидеть здесь. И можем, соответственно, вернуться к нашему кейсу. У нас есть MyProduct 1. Выставлен Price 2500. И, соответственно, мы хотим с этим что-то сделать. Я люблю рассматривать на хороших примерах, желательно из реальной жизни. Здесь рассмотрим пример, когда у нас Backend решил, что Price – это не Int, а число с плавающей точкой, а также старое значение нужно умножить на 1000. Конечно, это обычно работает в другую сторону, но сейчас рассмотрим на такой пример. Для начала мы возьмем Price и переместим его условно в float и напишем наш метод, который будет помогать нам мигрировать данные. Что мы видим? Мы сделали класс Product to Product v5 to v6 и сделали его наследником политики миграции. Создали метод ChangePrice и пометили его как общ-си. Указали, что он принимает значение NSNumber и возвращает NSNumber. Здесь важный момент. Когда мы запускали приложение, у нас было падение. Когда запускали наше приложение, было падение, то, соответственно, мы видели следующее. Мы видели то, что у нас менялось название нашего атрибута. Точнее, мы делали изменение названия типа атрибута. У нас был NSNumber. То есть, важно в этих аргументах и возвращаемых значениях использовать именно те данные, которые у нас были при… когда мы запускали приложение, оно падало. То есть, их можно посмотреть там, если мы не уверены точно, какие данные здесь. Ну, соответственно, выполняем следующее. Умножаем на 1000, добавляем 0.15. 0.15 добавил, чтобы было лучше видно, что у нас произошло, произошло все успешно. Естественно, теперь указываем нашу функцию по тому принципу, который я тоже рассказывал. Указываем anti-policy, указываем название метода и также указываем аргумент, который будет передан на source price и указываем кастомную политику миграции. Указываем обязательно наш namespace и указываем название продукту, продукту 5.2.6. Вот. да, здесь пометил два важных момента. Это сама функция и наша кастома политика. Запускаем наше приложение и видим, что у нас данные изменились, было 2.5 тысячи, умножилось на 1000, добавилось 0.15, округлилось в большую сторону. Что касается методов. Теперь самый важный момент это по поводу второго способа. Самый универсальный, самый мощный это create distance instances. Это метод, который вызывается диспетчером миграции для каждого исходного экземпляра для создания соответствующих целевых экземпляров. Вроде звучит сложно, но на самом деле это просто конвер, который у нас производит измени над нашими данными. Здесь важный момент, что нам необходимо выкинуть исключение, если не удалось преобразовать экземпляр и для изменения и работы с данными старой модели, мы будем использовать КВО. К этому тоже сейчас подойдем. Так выглядит само обозначение нашего метода. И что мы видим? Условно мы видим то, что у нас есть price, мы указываем source price, указываем нашу кастомную политику миграции и рассмотрим сам метод. У нас едет create distance, который принимает следующий аргумент и умеет выкидывать исключения. Сначала пробуем, вызываем у суперкласса этот же метод. Далее с помощью получаем нашу destination модель с помощью имени маппинга и нашего инстанса. Далее получаем наш source price с помощью КВО, так как у нас сейчас атрибут мог изменить, соответственно, название его, а наши экземпляры высокого уровня не имеют никакого представления о том, как это было раньше. Поэтому используем КВО, чтобы достать прайс вот здесь. Далее выполняем нашу уже миграцию по виду и подобию, как мы это уже делали, умножаем на 1000 и добавляем 0.45 для лучшего понимания и устанавливаем значение для destination модели. На этом это все, что касается этого метода. Ну, соответственно, запускаем, видим точку опять на конце и, соответственно, наши данные, которые обновились, в целом это работает. Этот метод можно также использовать, как я уже говорил, для кейса, когда у нас используется перенос новых сущностей, вынос их, например, у продукта мы взяли и хотим вынести картинки, была просылка, хотим сделать сущность картинок. И, соответственно, с помощью этого метода мы тоже можем это сделать, создать новые сущности, поместить их в наше хранилище. Теперь про версионирование. Значит, как я уже говорил, уехали на отдых, вернулись, там прошло 5 схем нашего приложения. И, соответственно, нам нужно поддержать обновление нашего приложения с шагом более, чем одна версия. То есть, словно не с первой на вторую, а сразу с первой встречи. Это большая проблема. Может показаться, что все идеально, как мы рассматривали на примере с легковесной миграцией, но все не так. Все не так хорошо. Например, если мы попробуем с помощью наших созданных маппинг-моделей выполнить старт приложения, у нас была вторая версия, накатили пятую, запускаем, видим то, что нет маппинг-модели. Все верно. Проблема в том, что у нас маппинг-модель создается для конкретных версий. С первой во вторую, с первой в третью, с первой в четвертую. Соответственно, нам нужно создать n-маппинг-модели. И с первой в каждую, со второй, соответственно, в оставшиеся. И вот такая лесенка у нас получается. Это все очень грустно. Значит, если мы рассмотрим, например, грубо говоря, 14 версий наших моделей, то у нас примерно получается 106, нет, 111, да, 111 примерно 106. 106 моделей маппинга. Руками это поддерживать нереально. Вот, естественно, в этом возникает проблема. Для ее решения есть такой подход, называется подход накатывания из мини-чанками, либо степ-бай-степ. Вот, степ-бай-степ это подход миграции, где изменения на каждой версии накатываются последовательно, версия за версией. То есть, с первой на вторую, с второй на третьей, с третьей на четвертой. Удобно. Вот, и, соответственно, колловой итерацией в этом случае это будет n. Вот, и, соответственно, значит, какой алгоритм такой миграции происходит. У нас есть куда-то мигратор, который запрашивает, значит, миграцию у мигратора. Далее, мигратор запрашивает все миграционные шаги. Все миграционные шаги формируются для нашей конкретной версии и возвращаются дальше по цепочке. Дальше, если миграция необходима, такая миграция происходит, что согласно этой схеме. Вот, давайте рассмотрим, как это работает с точки зрения реализации кода. Я также указывал QR-код, по нему можно найти практически этот же код. Вот, у нас есть Квардата Вершин, это версии нашей Квардаты, которые формируют название нашей модели. Да, как я уже вначале говорил, почему рекомендовал указывать V2, V3, мы с помощью вот такого простого преобразования можем получить название нашей модели полное. Далее, есть Вершин, это наши версии модели и есть последняя версия, это Lattest. Соответственно, у нас перевернутый список, если мы возьмем первый, у нас будет, соответственно, наша самая актуальная версия. Вот, самый важный шаг, это шаг нашей миграции, это, как я уже говорил ранее, как мы обсуждали, у нас есть сурсовая модель, из которой мы мигрируем, есть destination модель, в которую мы мигрируем, есть mapping, набор правил для миграции. Дальше все, что будет происходить, все будет крутиться вокруг вот этого плана, от этого шага. У нас есть сурс-модель, которая формируется, значит, на основании store url, и есть важный момент, это метод из configuration. Это из configuration, который работает с коробки, он позволяет понять, является ли текущая версия модели, значит, той моделью, которая соответствует данным в SQLite. Вот, и если, соответственно, он true, то фактум миграция не нужна, и все хорошо. Значит, есть такое еще поле, есть такой еще атрибут, как саксессор, это, значит, поле, которое указывает нам правила по миграциям. Например, с первой версии мы переходим на вторую версию, с второй на третью. Соответственно, это очень удобно, мы можем использовать различные правила и с этим работать. Также, для того, чтобы нам получить все шаги миграции, словно, мы зашли с первой версии и хотим перейти на пятую, нам нужно получить шаги со второй, третьей, на четвертую. И, соответственно, можем использовать, значит, следующий метод. Этот метод работает на основе рекурсии. Он получает, значит, маппинг-модель, к ней мы тоже вернемся. Далее получает текущую модель, модель, в которую мы хотим, и формирует наш шаг. И также получает маппинг-модель для саксессора. Значит, как я уже говорил, у нас есть OMA и MOM, это оптимизированный файл модели и неоптимизированный. Оптимизированный обычно для нашего, нашей текущей версии будет работать. Вот. Значит, что касается миграционных шагов. Миграционные шаги у нас также должны содержать в себе маппинг. Маппинг мы можем получить с помощью метода mapping-module-to-саксессор. Работано следующим образом. Мы указываем, значит, правила, как мы формируем нашу маппинг-модель, либо мы можем указать infrared mapping-модель с помощью этого метода, использовать спецсистемные средства Accordata для формирования предполагаемой модели, либо, соответственно, воспользоваться custom mapping-моделью. Это те модели, которые мы как раз и создаем сами руками. И на основании этого мы можем сказать, что, например, с первой версии на вторую переходить с помощью нашей кастомной mapping-модели, а, например, на какую-то другую использовать предполагаемую модель данных. Это очень удобно. Также мы можем понять, что необходимо ли нам мигрировать условно и какая текущая модель актуальна. Мы перебираем все наши версии и, соответственно, проверяем, удовлетворяют ли они нашим версиям. Вот, наши текущие версии. И, соответственно, сам процесс миграции происходит следующим образом. Для начала мы выключаем vol.to.file с опережающей записью. И о нем я тоже дальше расскажу. Получаем текущий URL Store и получаем шаги для Store, о которых я ранее рассказал. Выполняем в цикле переход по… проходимся по этим шагам, выполняем миграцию данных и в случае, если все успешно, то удаляем старое хранилище и заменяем его на новое. Вот. Что касается самого шага и накатки их, мы берем менеджера миграции, выполняем, значит, создаем URL с временным, значит, нашим названием и выполняем миграцию Store. Все успешно, заменяем Store, все должно работать и заменяем, соответственно, наш текущий URL на URL назначения. Что касается, значит, метода журналирования сопережающей записи, бывают проблемы, точнее, как работают. У нас все данные, которые мы записываем в курдат, у них рейтс в оперативной памяти, потом обрасываются на диск. Вот. И при этом изменения в курдате, точнее, в SQLite могут находиться не в самом конце, а в основном где-то в середине либо в начале. И эта работа с диском, это все очень дорого, и алгоритм оптимизации SQLite работает так, что он записывает изменения. Начало специальный промежуточный файл, а далее, соответственно, если все хорошо, он уже их переносит в саму базу SQLite, когда будет необходимость. Вот. Естественно, соответственно, SQLite имеет такую проблему, что если мы будем мигрировать нашу базу данных и не отключим режим wall, то, соответственно, наши данные могут либо потеряться, либо накатываться, будет проблема. В общем, для этого мы должны его отключить. И, соответственно, для того, чтобы его отключить, мы просто переводим метод журналирования в, значит, в delete, в удаление, и, соответственно, файл wall сразу накатывается на нашу текущую версию SQLite. Естественно, для того, чтобы понять, нужна ли нам миграция вообще или нет, мы берем текущую версию модели и проверяем, значит, соответственно, нашим атрибутам. Вот. Сам менеджер выглядит очень просто. Это наш последний шаг, то есть самый верхний уровень. Мы перед тем, как, значит, загрузить наш Persistence Store, проверяем, нужна ли миграция. Если нужна, выполняем ее. И в случае, если все хорошо, мы просто загружаем наш Store. Как работает? У нас есть MyProduct с двумя с половинами тысячами. Мы создаем маппинг модели, например, со второй версии в третью и также по списку. И делаем изменения только в title, добавляем в 3. И таким образом мы проходимся по всем нашим данным. То есть у нас есть n-миграция. Запускаем приложение с первой версии. Да, кстати, то, что я говорил про оптимизированную модель. Вот наша версия четвертая. Красная, это имеет ОМО-расширение. Запускаем наше приложение. И что мы видим? Мы видим то, что наш заголовок MyProduct1 получил добавление V2, V3, V4. Это означает то, что миграция прошла успешно. Значит, как у нас? Мы не используем миграции. Во-первых, у миграции есть множество проблем, потому что нужно проверять тестирование еще и предыдущей версии. То есть, как и на переходке, я уже говорил, с версионированием. Также, допустим, при работе большой команды над одной схемой новой версии могут быть изменения и править это все руками достаточно проблематично. Мы, соответственно, от них отказались. Мы используем только легковесные миграции. Чистим Store, запускаем приложение. У нас накатывается наша база. Соответственно, у нас новый атрибут добавился. Тоже легковесные миграции, как я уже говорил. И в целом так это у нас работает. Вот. Значит, можно ли обойтись без миграции? Да. В целом, часто можно обходиться только с помощью Inferred Mapping модели. Это что касается легковесных миграций. При работе с версионированием не избежать кастомного решения, потому что есть переходы со второй, например, на пятую версию. Чтобы не дропнуть базу, как я уже говорил, при использовании предполагаемых моделей, нужно учитывать множество нюансов. И миграции также повышают еще порог входа в проект. В целом, можно без них. Вот. Ну и, что логично, повышается нагрузка на плаш, нужно проверять все это заранее. Источники указаны в слайде, можно посмотреть их, здесь тоже подробно еще написано. В целом, все. Спасибо за внимание. Готов к вопросу. Да, спасибо. Вопросы. Поднимаем руки. К вам подходит. Давайте пока народ собирается с мыслями, я сам задам вопрос. А что если использовать не реализационную базу какую-нибудь, а документно-ориентированную, у тебя часть проблем как бы решится и можно вообще хорошо жить? Ну, в целом, это стандартный именно стэк, который у нас используется. То есть, Apple нам из коробки предоставляет именно Accordata. Вот. То есть, Accordata работает с реализационной базой и с Qlite внутри. Вот. В целом, мы не работаем как с реализационной базой данных внутри самого с Qlite, внутри Accordata на высоком уровне. То есть, мы работаем больше с представлениями, с сущностями. То есть, мы говорим, вот есть сущность, нам получат такие сущности. Вот. Мы не работаем с таблицами, не делаем джойн, и все это Accordata делает за нас сама внутри. Вот. То есть, по факту, у нас на высоком уровне такая работа даже исключена. Спасибо. Вот. Следующий вопрос. Спасибо за доклад. Я бы хотел спросить, а почему вы выбрали именно CoreData, а не, например, чистый SQLite? Имеется в виду в проекте у нас? Да, да, да. Ну, в проекте, конкретно вот в Юле, мы используем FRC. Вот. Для нас важно, чтобы данные были синхронизированы и решили использовать это из коробки. Ну, и еще ранее мы, также у нас были миграции, все проект начинался с CoreData еще совсем давным-давно, и решили ее оставить, и нам в целом так ок. Хорошо. Так, следующий вопрос. Так. Вопрос номер… Кстати, за вопросы дается мерч от Юлы. Да, у нас тут, кстати, всего два вопроса, поэтому мы знаем, кто получит мерч. Ну, ладно, я шучу, я отфилерное лицо, мне мерч нельзя. Так, вижу еще один вопрос. Так, ну, собственно, вот, долго расписывали про то, что, как эти все миграции сделать, а потом вдруг решили, что, а, нет, мы вообще их не будем использовать. Как вообще такое решение родилось? и… Это решение имеется в виду, почему я рассказал про миграции, а мы их не используем? Да. Да, на самом деле мне показалось, что это очень интересная тема, и я задался вопросом, то есть, думаю, блин, у нас такой крутой проект, миллионы пользователей, десятки миллионов пользователей, и мы не используем, как бы, миграции, поговорил с платформой, поговорил с другими людьми, вот, естественно, выяснивать моменты, понял то, что не используется, решил разобраться, как это делается, но также еще во время преподавания в проекте ВК образования, меня часто тоже спрашивают, ребята, я там рассказываю про Курдату, рассказываю, как с ней работать, и ребят спрашивают, как делается миграция. Вот, я решил прям глубоко разобраться, то есть, посмотрел, открыл, написал там ручками, там, как работает миграция в Курдате, смотрю, материала полного нет, то есть, условно, нет какого-то агреги... вот такого материала, который бы все это агрегировал, и возникло общее понимание. Перелопатил миллионы ресурсов как-то работает, и, соответственно, решил рассказать, и заодно и команде свое рассказал, и рассказал сейчас на конференции. Понятно, ну, то есть, это больше такое теоретическое исследование, какие-то хишки набиты. В целом, на самом деле, доклад также еще показывал внутри всего нашего ВК, вот на другие команды, которые используют миграция, мессенджеры и так далее, ребята сказали, что в целом это оно и есть. Вот, то есть, так оно и работает.